Мы начинаем делать манжетку с зеленью, чтобы нам прикрыть нашу губку. Мы используем листья салала, они жесткие. Цветочная корзина, флористическая губка. Эта композиция простоит дольше, чем обычный букет. Ольга Конева флорист, рассказывает, первым делом стоит закрыть недостатки композиции там, где заметны материалы. Например, с зелеными листьями не забыть про объем. Сперва крупные цветки, после мелкие. Первый сегмент, называемый шея, надо ее отрезать между узлами. У профессионала работа займет не больше 20 минут. У новичка чуть больше получаса. С хорошим тренером. Мастер-класс заинтересовал и садоводов-любителей, и представителей администрации. Очень красивые, очень весенние, очень тонаподобранные. То, что здесь не цветная, а прям все в тон. На композиции срезанных цветов не остановились. Флорист показала, как вырастить домашний биосад. Для этого нужен интерьерный горшок, комнатные растения, украшения, камни, деревянная коряга и, конечно, правильный полив. Конечно, на флористу надо использовать мягкую воду, отстойную. Потому что хлорированная вода, вода из-под гана, известковая, она вызывает у них такое заболевание, как хлороз. Известки покрываются корешки, а из-за желтеют. Люди даже не знают, почему они думают, а там их загнивают. Садоводов-любителей в Химках оказалось много. Цветочная тема популярна. Совсем недавно в городском округе провели мастер-класс по уходу за орхидеями. Он собрал десятки неравнодушных жителей. Вот и сегодня в зале больше 20 химчан. В их числе депутат Совета депутатов Николай Томашов предлагает новые темы для встреч. Об этом и других ближайших мастер-классах в Химках можно узнать на сайте администрации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok